Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Рукавички к бактусу калейдоскоп, цвета подобраны, пряжа есть, плотность есть. И сегодня мы с вами начинаем вязать верхнюю часть, сам узор. Как мы будем вязать рукавички? Мы будем вязать сразу две рукавички. Одновременно. То есть мы вяжем одну деталь и тут же вяжем вторую. То есть не будем вязать полностью одну, потом полностью вторую. Мы будем делать конвейером. Одну часть, вторую часть. Одну часть одной рукавички, вторую часть, вторую рукавички. Таким образом мы сразу получаем две рукавички абсолютно симметричные. Вы получаете три таблички. Первая часть, вторая часть и третья часть. Вот они. Каждая часть состоит из двух подчастей Левая и правая, видите, первая и вторая Они абсолютно симметричны, только зеркально-симметричны Это делается для того, чтобы у нас рукавицы отличались Левая и правая Вы можете делать по одной стороне Обе части, у вас они будут абсолютно одинаковые Я буду делать в зеркальном отражении левую и правую Поэтому три части, всего у нас, видите, шесть цветов Эти три части повторяются Мы делаем первая, вторая, третья Первая, вторая, третья В обратную сторону Будет все одинаково Поэтому берем первую часть Первый цвет, видите, я разложила Вот они, шесть цветов Беру первый цвет И иду провязывать первую часть первым цветом Начало одну сторону, потом вторую Берем вторую табличку, одну сторону, вторую Мы с вами провяжем две части Дальше, я думаю, по аналогии вы сможете закончить Плотно самостоятельно Берем первый цвет, идем вязать Элемент, первая часть Всего 27 рядов 14 петель начало Набрали Взяли 14 игл И начинаем делать набор Обратите внимание В какую сторону мы будем с вами выполнять набор петель Убавки лучше делать со стороны Вот, где у меня написано единичка Там убавки То есть, чтобы рабочая нить На третьем ряду была с этой стороны Значит, на втором ряду она будет с этой стороны На третьем с этой Чтобы на первом ряду после провязки нить оказалось здесь Мы должны с вами делать набор В сторону, в левую Значит, первый ряд у нас вправо, влево, вправо И на рабочей нити мы с вами выполняем убавку Значит, набираем петли В левую сторону Я выполняю набор обычным обвивом Когда мы закончим Мы по этим обвивам с вами выполним соединение Можно было оставлять открытые петли на самом деле Но делать как вам удобно Первый раз Первая деталь Все равно как Так, плотность стоит Первые мы брали Щетчик Обнулили Так, щетчик поставили И раз, два На третьем ряду мы с вами выполняем первую бабку Раз, два, три Третий ряд Убавка Убавка Убавку можно выполнять при помощи декера Просто пересадкой Можно закрывая петли Я буду закрывать, чтобы не было очень туго Так, и дальше Одна сторона у нас остается полностью прямая Со второй мы делаем убавки по указанию программы Четыре, пять Убавка Шесть, семь Убавка Восемь, восемь И так далее То есть мы вывязываем элемент Следующий 13 Делаем убавку То есть выполняем два уголка Первый и второй абсолютно симметричные Самое главное не перепутайте Можете к нему подколоть сразу, что он первый и второй Ну сейчас довяжем, я вам покажу Завершайте деталь И вяжите вторую по второй части таблицы Провязали первая деталька Вторая, вот я положила таблички Откладываю вторую Первая Теперь самое интересное У нас нужно найти центр рукавички Центром является вот эта вот нижняя часть Где прямой угол и длинная сторона Это серединка Вот от этой серединки, вот он Укладываю На длинную сторону И смотрим вторую таблицу Вторая часть 23 петли 23 иглы В принципе можно 24 Для ровного счета 23 это 23 Так И надеваем за самые-самые протяжечки На 24 иглы Поэтому мы и не делали открытые петли Потому что они будут бессмысленны И количество петель не совпадет с количеством игл Это будет некрасиво Учтите, что здесь прямой участочек Прямой участок мы не надеваем на иголки За протяжки Тихонечко, аккуратненько Так, теперь После того, как наденем У нас первый ряд будет идти разделителем Поэтому берем цвет разделителя Не это серый Провязываем ряд В общем-то этот ряд может вообще Не даже не идти в расчет На самом деле Потому что он Отделочный И первый ряд Который у нас пойдет После того, как мы надели деталь Он будет компенсировать Убранные протяжки Можно было даже Побольше полотна надеть Поэтому так Первый ряд у нас в расчет вообще идти не будет Уберем отделочный цвет Провязываем этот ряд Первый ряд в расчет не идет Второй ряд Можно этим же цветом Он уже будет участвовать в работе Второй ряд тоже можно Главное, чтобы были такие жирненькие разделители Давайте сделаем два ряда Будет еще интереснее Эффект Значит Для того, чтобы у меня Убавки пошли со стороны Рабочей нити Вот здесь должна быть Рабочая нить на втором ряду Значит мы должны начать Вязание первого ряда От Справа налево Означает, что серый цвет Разделитель мы вяжем наоборот Разделитель мы вяжем слева направо Первый ряд Второй ряд Мы вяжем Первый ряд Мы вяжем справа налево И тогда мы делаем убавку Меняем цвет на следующий рабочий И спокойненько провязываем полотно Итак Переводим каретку Ставим разделитель Первый ряд Расчет не идет Он компенсирует То, что мы с вами убирали Протяжки Второй ряд Второй ряд уже полноценный И на счетчике у меня один ряд Первый разделитель убираем Он мне сейчас не нужен больше Провязываем Провязываем вторым цветом Убавки до точечки Первый ряд у нас идет С убавкой Аккуратно Аккуратно Второй ряд идет цветом Делаем убавку Так, убавку я на первом ряду сделала Третий Можно не обращать внимания на то Где у нас находится Нить рабочая Потому что по одной убавке Без проблем мы уберем Когда у нас будет по две убавки убираться Тогда будет критично С какой стороны рабочая нить находится Так, пять Минус одна И так далее Провязываем Шесть Ничего Семь Минус одна Ориентируясь на табличку Он тут все просто До конца обе детали Провязали две детали Беремся за следующую Обратите внимание Где у нас центр Центр Мы начали с первой горизонтальной части Там где угол противоположный прямому Вот это центр нашей рукавички Здесь прямой небольшой участочек Здесь у нас практически ровный уголок И сейчас наша задача Вот эту часть Которая идет Длинная Под углом Надеть на иголки Центром является вот это вот место Можно сюда навязать уголок Но с другой стороны Как только вы проверьте третью деталь От нее исходят все остальные И будете знать, что это центр Итак, центром является часть Противоположная прямому углу первой детали Надеваем Провязываем третью деталь Стыкуете все в точечку Вот сюда По плану 24 иглы Надели Два ряда разделителя И поехали вот все по одному принципу Провязали третью деталь Берем опять первую Вторую, третью То есть первая, вторая, третья Первая, вторая, третья И выходим на Подходим к началу То есть вот этой желтой части Будем ее соединять уже По факту того Деталь будет готова Итак, провязывайте Шесть уголков Стыкуя их в центре Провязали Должны получиться Две вот такие вот детали Симметричные Зашейте Через серую проставку Нюанс Чтобы потом не пришлось Ту проставку серую Между первой деталью И завершающей Надвязывать Сделайте набор И первый ряд Разделителем И тогда У вас будет готовый разделитель По желтой детали Вот мы с желтой начинали Начинаете от разделителя И поехали взять по кругу Потом просто собрали Сшили И готовы детальки Я надела их на иглы На 14 игл И закрыла косичкой Получилось соединение Деталей Если у вас все сошлось И деталь улеглась вот так плоско Значит все сделано верно И можно приступать К следующей части Оформлению варежек Субтитры сделал DimaTorzok